Ну что ж, всем привет! Вы как всегда на канале Семен на чемоданах. С вами я, Славян. Давненько не было у нас выпусков, но все потому, что мы находились в очень подвешенном состоянии. Ну, словно знаете, вы сидите на качеле, качаетесь, и не можете ничего с этим сделать. Не можете и не остановиться, и не спрыгнуть. И продолжайте в одну, в другую, в одну, в другую. Это очень дерьмовое состояние, по-другому я даже сказать не могу. Но мы его прошли. Сейчас все нормально. Вы обязательно смотрите выпуск до конца, потому что он будет очень многим полезен тем, кто сейчас в Турции. Тем, кто подается на ВНЖ, тем, кто поймал отказ и думает, что делать. И также выпуск будет полезен тем, кто здесь с машиной. А еще это просто будет полезный выпуск для того, чтобы просто посмотрели, в какой замес мы попали. Ставьте лайки, как обычно, пишите свои комментарии, поддержите этот выпуск, сделайте репосты из социальной сети. Пусть как можно больше людей будут подкованными. Надеюсь очень на вашу поддержку. Погнали в новый выпуск. На днях только ездили в Анталию, сейчас снова собрались и опять едем в Анталию, потому что нам пришли отказы, представляете? Это, конечно, вообще просто, блядь, прикол. Нужно получить бумажку на выезд из страны, вот, и с этой уже бумагой выезжать в течение 10 дней. И самый прикол в том, что мы попадаем однозначно на прострочку, это такой момент, о котором никто не знает. Если у вас вышли туристические дни, и там спустя месяц, как у нас получается, вам отказ, то все равно вы будете платить штрафы. Перед тем, как мы с вами попадем в этот геч-геч-меч, то есть в миграционку, хочу сказать о том, что отказы мы получали не одновременно. Почему так происходит, я не знаю. В один из дней Артемке пришел отказ, и мы такие, опа-на, выглядит отказ вот так. Мы начали связываться с компанией, которая нам подавала все документы, и они говорят, не-не, подождите, возможно, это какая-то ошибка, потому что не может такого быть, что вам до сих пор ничего нету, подождите, может быть, ребенку нет, а вам будет да, и мы как бы просто обратимся туда, и они посмотрят, что за ошибка такая могла произойти. В итоге на следующий день нам приходят отказы с Настенкой, и мы такие, пора-пора-пам-пум, окей, поехали забирать. Не стали затягивать, потому что дни ограничены, мы уже понимали, что мы влетаем на штрафы за машину, отказ по ВНЖ не является основанием, поэтому на границе с тебе все равно тоже тряханут штраф за каждого члена семьи, представляете? Мы решили не тянуть время и приезжаем в ГЕЧ. В общем, мы здесь, пойдем попробуем сейчас получать бланки. Просто капец, вообще слов, вообще слов нету, мы 4 часа, может даже больше, мы простояли в очереди, все очень медленно. Фу, сейчас прям, короче, на эмоциях записываю, очень много отказов с разных стран, да, и мы, короче, наша очередь подошла, она сначала в одно окно, в другое окно, в третье, в итоге вот русская женщина, которая здесь, ну, переводится, в итоге нам перевела, говорит, у вас еще отказы не подписаны начальством, поэтому вам нужно либо завтра, либо в понедельник уже. Короче, ладно, сейчас это, чуть позже сяду, все подробно расскажу. Просто смотрите, парковка пустая, людей вообще уже нет, было все битком. Если бы вы меня видели тогда, какой я был злой, вы бы сказали, это кто, это точно не славян. Блин, ребята, на самом деле, мы простояли, не знаю, часа 4-5, наверное, в очереди, в итоге нам говорят, черт из 2, ваши отказы не подписаны, да, как я сказал ранее. Я говорю, вы что, нас начали мучить по этим окнам, они нас не понимают, мы их не понимаем, благо там есть русский говорящий персонал, которые нам помогли разобраться, и они в итоге говорят, ну, слушайте, да, так и так, на двух детей еще нету, поэтому мы вам не можем выдать. Я говорю, ну, как же так, мы родители, у нас же сроки уже выходят, говорю, дау, дайте нам отказы, да мы нахрен уедем отсюда, нам уже в НЖ в это нафиг не нужно, потому что здесь просто какая-то история происходит нереальная, здесь все у нас закончилось, мы ничего не можем продлевать, ну, там, например, сим-карты, машины и так далее, то подобное, просто здесь какие-то нелегалы, становимся до смешного. И они говорят, нет, приезжайте в понедельник. Чтобы вы понимали, мы ездим из Алании в Анталию, от дома до этого Гетчика нам примерно ехать, ну, где-то 130 километров в одну сторону, плюс в другую, это дорогое топливо, е-просоте, да еще ко всему нужно где-то покушать, и плюс ко всему у нас вот это состояние качели, и ко всему к этому нам вот эту хрень выдают, и мы такие, вот это поворот. Я хочу сказать, что, ребята, отказов просто тьма. Когда начали давать отказы, я отнесся скептически, я говорю, ну, подожди, ну, нету, как бы, кейсов. Когда мы туда приехали, кейсы есть, кейсы есть разные. Детям одобряют, а родителям отказывают. Родителям одобряют, а детям отказывают. Там столько всего, там кто-то по покупке, кто-то по продлению. Куча вариантов по аренде, неважно, какая у тебя национальность, отказов, тьма. Я такого просто не видел. Они физически не могут обслужить весь этот поток, который идет на отказ, потому что отказ занимает прилично времени, особенно, если это семья, как мы. Там эти бумажки нужно распечатать, их нужно подписать, их нужно проштамповать. Короче, это время. В общем, как вы поняли, мы уехали ни с чем. Мы очень расстроились. Да-да, мы снова собрались, едем в Анталию. Как же задолбался ездить из Алании в Анталию. Мы снова приехали в Гечь. На этот раз мы идем туда вместе. Хотим получить сейчас все эти бумажки на руки, что нам отказали, чтобы было меньше просроченных дней. Надеемся, тогда лояльнее будет и штраф меньше, либо вообще не будет. Посмотрим. На улице такая жара, вообще даже в костюмах, в этих жарках. Мальчишки уже проголодают, время к обеду, надо идти обедать. Славик пока в очереди у нас стоит. Народу, как всегда, здесь много. Ирона, ты куда? Куда, посол? То, что вы видели вот прямо сейчас, ранее, это наступил понедельник. И как нам сказали все сотрудники, приезжайте в понедельник, ваши отказы будут подписаны, вы их спокойненько получите. Мы, ну, окей. Опять 130 километров в одну сторону, приезжаем. Я даже не знаю, как тут, как тут приубавить свои эмоции, чтобы не начать ругаться матом. Ну, короче, посмотрите. Мы хотим купить сим-карты, хотя бы одну, потому что наши сим-карты уже закончились, так как три месяца прошло, даже больше. Сим-карта туртелекома блочнулась, то есть там пишет, нет сети, а туркцел работает на смс-ки и на входящие звонки, и на исходящие звонки. Но единственное, что нет интернета. Зашли сейчас в магазин. Водофон стоит теперь 800 лир, прикиньте. Зашел в туркцелеком 720. Цены подняли в два раза. Представляете? Просто, бить, охренеть можно. Вот это дела. Сегодня мой штурман Артем, потому что все уснули, а Темка никогда не спит. Поэтому мы с ним вдвоем двигаемся, да? Мне кажется, что я там буду постоянно. Мне очень нравится ехать впереди. Тебе же нравится сзади ехать с Родионом. Нет, перехотел. Перехотел. Потому что он спит, поэтому перехотел. Да, там скучно теперь. Да уж, мы сюда уже как к себе домой едем. Триндец, надо же было так вылипнуть. Так, сейчас посмотрим, что здесь на парковке. О, ну, кстати, даже есть, по-моему, места, насколько я вижу. И это не может не радовать. Опа. Ну да, и людей, кстати, там мало. А может, то что дело к обеду? Ну, собственно, приехали. Я очень надеюсь, что в этот раз мы заберем эти гребаные отказы. Потому что в тот день, вы помните, да, мы несколько часов простояли, и в итоге кукиш с маслом. Ну, пойдемте посмотрим. Мы вообще в шоке. Мы в таком, блядь, шоке. Вы прикиньте? Нам говорят, приезжайте к вечеру, мы приезжаем к обеду, и нам не дают отказы. Говорят, талончики закончились. Мы давай здесь по всем русскоязычным бегать, кто здесь у них разговаривает по-русски. Он говорит, подойдите, должны помочь и так далее. В итоге нет ни в какую. Уперлись там еще, короче, кто на отказах сидит, такой дерганый. Короче, вообще жесть. И не дают. Говорит, с утра приезжайте. Мы отказ не дали. Говорит, и все равно вам его не надо, вам все равно дадут штраф. Да, и говорит, типа, все равно не надо. На границе, что мы, извините, вот по такой-то причине задержались, невозможно отношение будет другое иметь к тебе, как бы, в любом случае. Мы так считаем. Что лучше с бумагой официально выезжать, чем без бумаги, правильно? Я не знаю, это какой-то кошмар. Мы на самом деле после миграционки все расстроены, не в понятке, что делать. Поехали в торговый центр, потому что, как я говорил ранее, у нас закончились сим-карты, мы без интернета. Мы приехали в торговый центр, там взяли Wi-Fi, созвонились с ребятами и начали рассказывать нам о том, что сейчас в Анталии проходят рейды и начинают уже из потока вытаскивать машины с русскими номерами и проверять их на предметы законного воза, не прошли ли сроки. А здесь попасть полиции и попасть на эвакуацию с твоей машины, это очень жестко. Штрафы будут приличные. Поэтому нам это не хотелось сделать, и мы быстро с торгового центра сорвались и уехали домой. Даже кушать не стали. И тут мы вспоминаем, что мы забыли самокат Мирона там в миграционке и решили вернуться. Приехали сюда после обеда и очередь прям просто нескончаемая, нескончаемая, нескончаемая. Надо завтра прям рано-рано-рано утром, как мы первый раз сделали, сюда приезжать, забирать этот отказ. Я вообще в шоке, в шоке. Что происходит? Заехали в Серике. Думал сим-карту купить. Здесь она дешевле, на 150 лир, но нам ее не дают. Говорит, что с момента въезда прошло уже больше трех месяцев, и оформить на твой паспорт новую сим-карту нельзя. Вот так вот. Поэтому мы, короче, и двигаться дальше продолжаем без интернета. Как бы грустно это не было. Ну а что делать? Мы приехали домой, очень уставшие. Вот просто представьте наше эмоциональное состояние, когда вот такая вот задница происходит, и ты не катаешься один. Одно дело, я бы один бы катался, я бы не так на все это дело реагировал. Так мы катаемся с детьми. У нас же Мирошка, блин, маленький. А они вот так вот устраивают нам такую подставу. Короче, мы сели, поужинали, голодные, хорошо, хоть не холодные, и приняли решение, что нам прямо утром, рано, вот как мы ездили на рандеву, в пять утра, нужно проснуться и отправляться туда, чтобы занять первыми, чтобы были эти гребаные талончики, чтобы получить отказ и свалить уже отсюда. Время пять утра, мы проснулись, потому что нужно ехать в Гетч, чтобы получать отказы, а после отказа мы должны сдавать машину на стоянку в таможню. В итоге упаковали вот так вот вещи, это вещи, которые останутся в машине и будут уже стоять на стоянке. Пацаны вообще красавчики, проснулись, беспроблемно, да, сынок? Мирошка, как тебе вставать так рано? Ты вообще не нравится, папа. Да? Срухнись, лази. Ну сейчас, да спишь. Да, сейчас дам. Время 6.38, и мы едем. Блин, реально, вот как к себе домой уже, в этот Гетчик гребаный. Да уж, машин вроде немного, а хвост, ого, ого уже. Охренеть. Дети себя тешут как могут. Да, такой трындец тут творится. Мы, короче, единственный походу здесь вот, ну, чтобы так было много детей, на самом деле, ну вот, мы никого не видим там с одним, с двумя ребенком, плюс еще мы вообще с Лялькой, и он, мы подошли на одно, кошка нас вызвали в 15-е, в итоге он увидел, что 5 паспортов, говорит своему коллеге, типа, на, типа, сам займись им, ну, по-своему. Он говорит, окей. В итоге взял у меня потом 5 паспортов и говорит, идите погуляйте, сколько-то минутам, сказал 20, что ли. Говорит, подойдете, типа, я все сделаю. Ну, потому что дети уже устали, мы с 5 утра не спим, и вообще какое-то просто издевательство. то, что сейчас происходит, кроме как издевательство, назвать невозможно. Что я хочу сказать, мы наконец-то получили отказ спустя 5 часов, и с третьей попытки. Это какой-то трэш. По-другому сказать, невозможно, потому что это издевательство. Фу, сейчас покажу вообще, что они из себя представляют, эти отказы, и что там написано. Если вам, ребята, там говорят, миграционки, что не надо получать эти отказы, это только для тех, кто хочет переподаваться, либо для тех, кто хочет пойти в суд, и так далее, и тому подобное. Блин, дождитесь, как мы бейтесь, но обязательно получайте отказы, потому что это официальный документ, который подтверждает, что вы не просто так находились в Турции, и на границе вы можете оспорить его и спорить. Как мы наслышаны, что на сухопутной границе, то есть, если вы проезжаете на машине, с вас могут взять штрафы, но там можно поругаться и добиться правды. В аэропортах я слышал, что штрафы вам не выписывают, если вы покажете этот документ. А теперь давайте посмотрим, что в этом отказе. Смотрите, по сути, это просто вот такой вот бланк, где два экземпляра. Один написан на турецком, вторым написан на русском. Здесь фамилия, имя, отчество, дата и время отказа. Что касается русского языка, у нас здесь написано следующее, точнее, отмечено галочкой. Не допускается въезд ниже следующих иностранных граждан. И поставлена галочка возле пункта «Въезд в Турцию, транзит через территорию Турции или те, кто не может основать свое пребывание в Турции». Вот. А дальше еще стоит в результате оценки, проведенной в рамках соответствующей статьи закона 6458. Ваша заявка на получение вида на жительство была отклонена. Также здесь расписаны ваши права и обязанности, куда вы можете пойти и так далее и тому подобное. И самое важное, что здесь написано и печатями заверено, что с даты получения уведомления, доказа, если у вас не осталось визовых или безвызовый режим для легального проживания на территории страны, в течение 10 дней вам нужно будет покинуть страну. Если вы не покинете страну в течение 10 дней и не предоставите приемленное объяснение, будет принято решение о вашей депортации, может быть принято решение о запрете въезда в Турцию. Кроме того, может быть применение административного штрафа. Вот. Понимаете? То есть, смысл в чем? Если вы подавались на ВНЖ рано, ну, так сказать, согласно вашему сроку пребывания, и у вас, например, после отказа остались дни, то вы можете здесь добить свои дни, а потом уже уехать. Если дней нет, например, как у нас, у нас идет просрочка, то вы обязаны в течение 10 дней покинуть страну. Это важный документ с действием от печатей. Да, и еще. Нас 5 человек, соответственно, 5 отказов. На каждого абсолютно. И даже номерошку. И еще, пожалуй, важная информация для тех, кто думает, блин, как же так? Я же заплатил, я же оплатил карты, я же оплатил пошлину, я же оплатил квартиру, страховку и так далее, и тому подобное. Так вот, оказывается, как мы поняли, эти деньги все можно вернуть, обратиться в налоговую, обратиться в страховую компанию, и вам будет сделан возврат. Но тут есть такая небольшая лазейка, как я понял, которую придумали они, так же, как и с банковскими картами. Деньги вернутся тому, у кого есть банковская карта. Ну, например, у меня есть банковская карта, соответственно, я могу написать в страховую и прикрепить свои реквизиты карты. И мне они вернутся. Так как у Настенки нету карты турецкого банка, соответственно, Настенка ничего не получит. Вот такие дела. Насколько это правда, я не знаю. Мы не проверяли и проверять не будем, потому что уже тошнит, если честно, от всех этих документов в турецком вот этом. Вот, короче, прям аж вообще неохота. Приехали мы в таможню. Сейчас будем узнавать про машину. Хотим оплатить штраф, загнать ее на стоянку и уже улететь. Получится ли у нас, не знаю. Вот сейчас буду выяснять все нюансы и потом буду с вами делиться. Я думаю, вы не поверите, но это факт. Пока мы ждали все отказы, пока мы катались туда-сюда, мы придумали себе небольшой план, как мы поступим. План был следующий. Мы получаем отказы, после этого мы едем в Ереван, в Армению, тем самым посетим Грузию, посетим Армению и оттуда мы полетим уже куда-нибудь, так как билеты с Еревана дешевле, чем, например, с Анталии. Но не тут-то было. Пока мы ждали отказы, в пабликах начали появляться такие фразы, мол, типа Грузия не пускает россиян со стороны Турции, прикиньте. Я по привычке, как обычно, воспринял, что это какой-то фейк. Но на следующий день после этой информации у нас появились наши знакомые, которые с детьми выезжали из Турции, у них была просрочка, и их не пускали в Грузию. Представляете? Я не знаю, как отработать с теми людьми, которые не нарушили какие-то визовые дни и просто прямиком едут. Но, как я понял, у кого просрочка, всех разворачивают. Кто-то возвращается в Турцию, им дают бумагу на 10 дней, что в течение 10 дней они должны в любом случае покинуть страну, придумать, как это сделать. Кто-то едет через верхний КПП, который находится высоко в горах, там холодно, снежно, КПП работает не круглосуточно, а только до 19 часов. Проходят ли там границу, на момент записи сейчас я пока не знаю, наши знакомые только едут туда. Вообще, на границе Турция, Грузия, творится какая-то жесть, разворачивают почти всех. Как совет, единственное, что говорите, что вы не в Грузию там на 2-3 месяца, говорите, что вы едете в Россию и вам нужен просто транзит, то возможно будет меньше вопросов. Тут как бы посоветовать не могу, наш план был таков, что мы все-таки поедем в Ереван, в Ереване у знакомых мы оставляем машину и с Еревана мы улетаем, а потом возвращаемся через какое-то время и продолжаем путешествовать на машине. Но рисковать вот так вот, ехать до Грузии, а это надо купить резину, это нужно время, это риски и так далее и тому подобное, с детьми влипнуть вот так вот на границе, как влипли наши нескольких знакомых, я сказал нетушки, ищем другой вариант и собственно поехали его искать. Мы подъехали на таможню, здесь как раз наши ребята были, они тоже сейчас оставили здесь машину, заплатили штраф тысяча с копейками лир, но сейчас сколько у нас будет я тоже расскажу, я пока здесь обед сходил, сделал копии СТСки с двух сторон и паспорта, это стоит 10 лир, прямо здесь же в здании, вот, так, и собственно забирают у тебя ключи от машины и загоняют на паркинг они самостоятельно, тебе только нужно будет, короче, сейчас посмотрим процесс, как этот будет происходить. Чтобы под ядреным солнцем не выгорела панель, значит, закрыл ее специальной тканью, надеюсь, она поможет, еще потом руль накроем и будем оставлять. очередь, конечно, не сильно большая, но тем не менее, вот сколько, 10 человек уже прошло, заняло это час, но как он сказал ему сначала, что мы сегодня поставим машину, надеюсь. короче, прождали мы 2 часа, забрали у нас документы и сошли с ума, да. Мы почти все сошли с ума, это жесть какая-то, сегодня день просто, я не знаю, это... хотел бы повторить? С удовольствием. Жесть. Короче, сейчас ребята от нас уехали, я им отдал их симку, они мне давали на время, вот, мы нашли наличку, чтобы заплатить за штраф, штраф там я не знаю, какой будет, вот, и ну порешать надо еще, как до дома добраться. Сейчас отдали документы, ждем, выпишут штраф, загоним ее на парковку, точнее они сами загоняют, ты оставляешь им ключи, ну ладно, сейчас, короче, будем смотреть. Как там все происходит? Нам выдали талончик, мы, собственно, прождали какое-то время, там, по-моему, час, может быть, даже полтора, нас вызвали, мы отдали ему паспорт, отдали СТСку на машину, талончик, копию, которую я делал, и все. Он ушел, потом приходит, он зовет Настеньку, выдает две бумаги, которые нужно подписать сначала в одном кабинете, потом в другом кабинете. Настенка идет, их подписывает, и отдает опять ему. Там на охране, как бы, человек, который занимается всем этим, он говорит по-русски, не очень, но понять друг друга можете. И это, кстати, огромный плюс. И снова ждем. После этого он дает три бумаги, и мы отгоняем машину уже непосредственно на стоянку. Прикиньте, прождали мы огромное количество времени, дали бумагу, и все, идем нашу малышку припарковывать. Даже как-то грустно. Я, естественно, решил сам машину загнать, отдал ему документы, он выходит, опять не кричит. Анастасия, я говорю, я типа муж, а он не понимает по-русски, он говорит, но, Анастасия, я бегом за Настенкой. Я загнал на парковку, в итоге он мне кричит, давай жену, я побежал за Настенкой. Короче, геморрой, осталось 10 минут до закрытия. Просто бежим, вон Настенка, детей там оставили, чтобы все успеть. Настенка снова убежала в офис, подписала здесь документы. Вот. Оставляем. Монерошки не верят, что мы оставляем. Не, 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 закрывай, сынок, не надо пока закрывать. Положил эту тряпку еще вон, отражайку. Блин, надеюсь, с тачкой все будет хорошо. Я капец, конечно, как переживаю. Так, вон Настенка бежит. Что, сынок, вон мама бежит, пойдем маму встретим. Так, ну все. Мы машину оставили. Блин, как грустно. Вообще не представляете. Очень грустно. Ну, наверное, на ближайшие 3 месяца она будет здесь. Ну и там, собственно, Сенка подписала документы. Он ей отдал бланк и говорит, типа, все, все, пока. Мы сказали, пока машине и пошли дальше по документам. Ну, а дальше все максимально просто. Ты приходишь, отдаешь им бумагу, что ты отдал. Они готовят тебе штраф. У нас штраф составил 1049 лир, что, считаю, немного. Я так понял, что у нас один месяц просрочки тоже. И оплачиваешь его. Оплатить его можно там же. Там ходит тоже человек, который делает и копии. Он со своего банка может спокойно оплатить, а ты ему отдашь наликом. Комиссию, кстати, никакую не берет. Я не понимаю вообще, в чем его выгода, что он со своего банка оплачивает и не берет денег за эту операцию. Не знаю. Но смысл в том, что там люди начали задаваться вопросом, а дай мне, типа, чеки и так далее, и так подобное. И там говорят, на таможне объясняют, нет-нет, типа, тут нет такого. Типа, по базе иначе не пройдет. То есть, ты оплачиваешь, они делают пометку и, собственно, тебе печати проставляют. Это и есть, как бы, официальные все бумаги. Прикиньте, вот, мы последние, все, никого нету, но, как всегда, везет. Мы думали, что доедем мы на трансфере, но, увы, интернета нету. Я не знал, сколько мы здесь затянемся. Короче, ничего не вызвали, нажали на кнопку, должно приехать такси. Но я так думаю, что до в Солара будет такая бешеная цена. Он даже во ВСолару может не повезти, потому что это по Лиману написано, видишь, ну, короче, ладно, сейчас посмотрим, куда он может нас довезти, может, до какого-нибудь торгового центра, хрен его знает. Но тачку сдали, сейчас это очухаюсь, вам все подробнее расскажу. Ну, а теперь, ребятки, как говорится о приятном, самый кайф того, что машина может находиться там на парковке целых три месяца, представляете? То есть, вот мы ее оставили и у нас срок, вот они мне написали, что тачка-то может стоять до 24 апреля 23 года. Прикиньте, как здорово. То есть, мы, по сути, можем улететь и три месяца где-то ходить, бродить, и она там будет находиться. Это не бесплатно, это стоит 50 лир в сутки, но на наши рубли, если переводить, это, грубо говоря, 6 тысяч рублей, что я считаю, тоже недорого. Это нормальный ценик, что у тебя машина стоит на территории, хоть в другой стране, под охраной и так далее и так подобное. Единственное, что мне не нравится, что ты отдаешь ключ, что у них есть полный доступ, они ее могут прикурить, они ее могут передвинуть, переставить, проехать и так далее и так подобное. Они оставляют СТС-ку у тебя, то есть, у них нет никаких документов, у них есть только ключи. Но это сделано с точки зрения, во-первых, безопасности, если вдруг начнется пожар, они смогут тачки вывести. А второе, это если у них же там машин много, нужно что-то менять местами, соответственно, нужно передвигать. Поэтому окей, смирился. Что остается на руках? На руках остается бланк о том, то что, значит, мы оплатили штраф в размере 1000, 1046 лир. Вот он выглядит вот так, здесь куча всего, короче, на турецком написано, обычный просто бланк. Вот. И бланк вот такой вот, о том, то что они приняли твой автомобиль и здесь, короче, опись, что в своем автомобиле есть. Но опись на самом деле шарная, полностью, просто стандартная. Но, по крайней мере, есть печати моя, начальника и человека, который отвечает за эту стоянку. Вот. С этими бумагами за 2-3 дня до окончания срока пребывания машины в зеленой зоне приходишь, либо ты ее забираешь, они тебе дают бумажку на выезд в течение 7 дней, либо ты продлеваешь, оплачиваешь стоянку и продлеваешь еще на 3 месяца. Схема великолепная. Пока меня это устраивает, я не знаю, если вам нужно что-то такое провернуть с машиной, то это очень круто. Причем, вы ее оставили, можете улететь, можете уплыть, я не знаю, если хотите, находитесь в стране, там, я не знаю, что хотите, то и делайте, но в целом, то, что машина стоит безопасно, не нарушая закон, это круто. Потому, что, если она нарушит, там, свыше 90 дней, там штрафы, конечно, космические. Парень, который опролачивал нам штраф, решил нас довезти. В общем, нас довез этот парень. Короче, мы вообще в шоке, с нами такого не было никогда, и мы сейчас все-таки отправимся до Алани на автобусе. Перед этим надо что-то покушать, узнать вообще цену, сколько будет стоить, потому, что такси будет точно до хрена, интернета нету. Короче, мы типа в попе. Для более мажорных, ребят, короче, 1750 стоит такси, 70 евро трансфер и 340 лир автобуса, так что мы катимся на автобусе. Это 340 за всех на минуточку. Сейчас только купим еду, айран и в автобус. Небольшой обзор вокзала, то есть, по сути, ничего особо-то нету. Кафешка, туалет, туалет, кстати, платный, стоит 3 лиры. Детям, кстати, тоже платно. Ну, мы сколько всего купили, сейчас сядем в бас, будем есть. Да, пацаны, вот это приключение. Да, парни, как вам? Да, круто, только он спать хочет. Мироша, тебе как? Ой, давай там кусить, сынок. Короче, вообще не успеваем, представляете? Вот, прям в последний, в последний вагон запрыгиваем. Вот наш автобус. Вот так вот, сюда. Вот, что у тебя есть? Вот такой, ведь автобус, здесь есть телевизор, не знаю, работает ли он. Так, Настенка кушает сразу, но это понятно, вообще ничего не ели целый день. Мирошка, Темка, да, Темка, как тебе в автобусе, прикольно? Классно, мы вообще первый раз ездим на автобус, мы вообще давно никуда не ездим. Это реально так. Так, теперь курсу. Ну что я хочу сказать, с этого дня у нас начинаются именно такие путешествия, автобусы, самолеты, поезда, как долго это затянется, не знаю, но пока так. Но в целом прикольно, разнообразен контент. Продолжаем ехать в Анталии. Здесь пробки, 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 пробки. Автобус все остановки еще собирает. Даже сложно представить, сколько же часов мы будем ехать в этом автобусе. Надеюсь, недолго. Мы доехали, что сказать, прикольно, немножко даже подремали, поели, немножко даже отдохнули. Давно такого не было, очень давно. Мы дома, мы дома. Вы даже не представляете, насколько эмоционально мы устали. Вот серьезно. Блин, столько дней мы к этому шли и за один день все порешали. Забрали этот отказ на ВНЖ и прям даже, если честно, кайфанули. Оставили машину и прям как гора с плеч, представляете? И мы уже едем в автобусе, я понимаю, что вот теперь у меня есть настроение взять камеру в руки и начать для вас снимать красоты мира. Все, ребятки, я буду с вами прощаться, я очень хочу отдохнуть, хотя мне нужно смонтировать для вас этот видеоролик, а потом пойду отдыхать. Вот так вот. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok